Детская библиотека номер 9 округа Майская Горка предлагает послушать русскую народную сказку о бывалом солдате, царе и двенадцати разбойниках в пересказе Виктора Важдаева. Вариантов этой сказки существует много. Появилась она, скорее всего, среди солдат, мечтавших спасти своего государя Петра I от врагов и получить за это высокий чин и богатую невесту. Сказка о бывалом солдате, царе и двенадцати разбойниках. По полям, по лугам ехал царь со свитой. Свита в золоте, в серебре, орденами сверкала, а Петр в простом мундире впереди всех. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил вперед царского коня тонкорогий олень и что золотая стрела прочь помчался. Петр только рукой повел, и царский конь, птица белокрылый, понад полями, понад лугами полетел, поплыл вслед за оленем. Скакал, скакал Петр, и на тебе, олень скрылся, словно в землю ушел. А кругом темный лес. Впереди лес, назади лес, по сторонам лес. Куда ехать неведомо. Тут раздались ветви, и появился перед ним бравый солдат. Отслужил службу, как положено, двадцать пять годов. Теперь домой иду, хозяйство налаживать, сына женить пора. А ты кто таков? Петр подумал, зачем солдата смущать. И царским слугой назвался. Костромской я, сказал, не робей служба. Поможешь из лесу выбраться, не забуду. Земляки, значит, сказал солдат. Мы, костромские, робеть не приучены. А ну, пошли! Идут они, солдат и царь. А тьма лес совсем окутала. Ветви хлещут, совы гукают. Совсем притомились. Вдруг смотрят, стоит в темном лесу, в сыром бару, избушка. Ни одно окошко не светится, двери наглухо закрыты. Солдат постучал, а в ответ молчок. Он еще. Вдруг дверь распахнулась, а в ней старуха. Косматая, горбатая, нос крючком, рот до ушей. Ага, пожаловали, голубчики. А в печи огонь пылает, изба в дыму, в пламени. Солдат не испугался, прямиком в избу. Дала бы бабушка попить, поесть. А старуха, в доме ни крошечки, ни огрызочка. Солдат печь приоткрыл, а там и жареная, и пареная, и вареная. Ах ты, серая пробка, закричала старуха. Углядел, ну, угадайте, три загадки накормлю, а нет, сама вас съем. Говори, от какого огня дыма нет, в какой воде рыбы нет, у какого дерева ветви не растут. Петр не нашелся, а солдат тут как тут. Чур не подсказывать, закричала старуха. Царь и сказал. От светлячка нет дыма, в роднике рыбы, у сухого дерева ветви не растут. Пришлось бабе Еге стол накрыть. Солдат за обе щеки уплетает, земляка учит. Ешь, пей, да дело разумей. Не вином наливайся, а квасом не захмелеешь. И в окошко вино выплескивает. Поужинали. Старуха постель постелила, простынку белую. А солдат говорит. Мы люди походные, нам и на чердаке ладно. И царю говорит. Один-то из нас пусть спит, а другой на часах стоит. Первым осторожить жребий царю выпал. Улегся солдат и видит. Царя в сон клонит. Что, качаешься? Или дремлешь? Да нет, сказал Петр. А сам вздрогнул, проснулся. Смотри, приятель, нас, солдат, за такой сон палками били. А тут у бабуси как бы обоим головы не лишиться. Да ты никак спишь. И в мыслях нет, сказал царь. А сам бух на пол. Тут солдат выхватил тесак и давай об ушком царя угощать да приговаривать. Разве так караул держат? Мне начальство ничего не прощало. А тебя знать не учивали? И об ушком, Петра, об ушком. Отделал царя первый сорт. Тот только покряхтывал. На первый раз хватит. Заснул Петр как дитя. А солдат не дремлет. Вдруг заиграли, засвистали, Принеслись в ту избушку разбойники окаянные. Старуха к ним. Сыночки, там гости пьяным пьяные. Солдат-то бывалый, А молодой должно богач какой. Ладно, сказали разбойники. Сейчас мы их обоих прикончим. Взял младший разбойник нож, Пальцем попробовал, Остер. Загоготал, Черным глазом сверкнул, Полез по лестнице. Только голову на чердак просунул, Обывалый солдат об ушком по ней тук, Он и свалился. Солдат его зашиворот и в сторонку. Полежит, одумается. Послали разбойники другого, Он и того приветил, и третьего. Так каждый раз и приговаривал. Вчетвером вам веселее будет, А в пятером-то и подавно. Последним атаман полез. Солдат и его в ту же компанию. Царь проснулся. Что не разбудил, их вон сколько. Не в счете дело, В поле две воли, Чья сильнее. Я и один управился. Петер спустился в избу. И шкарга, что выдумала, Разбой держать, Сказал солдат. А ну, подавай награбленное. Петр от золота отказался. И мне не надо, Сказал солдат. Да бедняков кругом полно, Им и отдам. Взвалил мешок на лошадь И пошел вместе с царем. Оба пешие. Выбрались они, И, наконец, из лесу. Смотрят вблизи деревня. У кого деньги, К тому и злой, и хитрый ластится, Сказал Петр. А как ты теперь невесту, Сыну найдешь? Засмеялся солдат. А вот, гляди. Взял коня за повод и пошел. Только в деревенскую улицу вступил, Давай кричать. Эй, яблоки за мусор! Золотые яблоки за мусор Отдаю. Услыхали хозяйки? Давай скорее в избах подметать. Вениками шелестят, Метлами размахивают, Аж пыль столбом. Набежали. Одна с ведром, Другая с мешком, Третья с корзиной, Мусор несут. Подумать только, Яблоки за мусор! А солдат встал и ждет. И царь поотдаль остановился. Вдруг видит, Подошла к солдату девушка. Сама красота. Подала мусорогорсточку. Что ж так мало? Спросил солдат. Так ведь нет его у меня, Дяденька. И этот не из нашей избы. Соседям подметать помогала. Обрадовался бывалый солдат, Поманил земляка. Как думаешь, Завидной хозяюшкой Будет она В доме сына моего? И раздавал золото, Приговаривая. Не за мусор, А за бедность. Петр подивился. Ты храбрый, Ты честный, Службу знатно несешь, И в людях толк знаешь. Сослужи еще службу. И привел его к месту, Где река в море впадала. Здесь царь решил Первейший город на Руси заложить, Столицу государства. И надо же, смотри, Посреди площади этот камень, Что скала, Не проехать, не пройти. Вот и призвал царь мастеров. Спросил, Как камень убрать? Одни сказали, Долбить железом, Рвать порохом. Будет стоить это Десять тысяч золотом. Другие мастера сказали, Подвезти катки И прочь вывезти. И будет стоить это Пять тысяч золотом. А третьи сказали, Сей камень Убрать невозможно. А ты, земляк, Что скажешь? Чей совет Самый мудрый? А не чей, Сказал солдат, Доложи царю, Что этот камень За сто рублей уберу. Петр согласился И ускакал За деньгами. А солдат из деревни Мужуков с лопатами Привел И давай возле камня Яму копать. Копали, Копали, Покуда не выкопали. Завели ваги, Поднатужились И свалили Тот камень В яму. Землей забросали, Оставшуюся По полю Разровняли. Вот и вся Забота, Вот и вся Работа. Только управились, Смотрят, По полям, По лугам Едет царь Со свитой. Батюшки мои, Стоит Бравый Солдат Рапортует. Так и так Камень убрал, Обещание Выполнил. Тут самому Царю Удивиться Пришлось. Камень-то Камень, Куда ты его Девал? Рассказал Солдат Царю Свою Выдумку И добавил. Может, Статься Камень Этот Снова Сгодится. Так он Тут Целехенький Лежит. Только Откопай. А сам Соображает. Ну, Как царь Вспомнит, Как он Его Об ушком-то Учил. А царь Его Обнял. Не Рабей Служба. Теперь И я Ученый. Коли В карауле Стоять Придется, Нипочем Не Засну. Цвета Девица, О чем Царь С простым Солдатом Разговор Ведет. А Петр Ему Шепчет. Говори, Серая Пробка, Неужто Ты За Двадцать Пять Лет Службе И Царя Не Видел? А Солдат Решил. Бой Отвагу Любит, Скажу. В Глаза Не Видал, А когда С Офицерским Рублем Посылаем Был, Видывал, Да еще Сдачи Получал, Царь Петр Давай Хохотать. И Громко, Чтоб Все Слышали, Крикнул, Слава Тебе, Русский Солдат. А Бывалый Солдат Ему Звонко-звонко Ответил, Солдатом Быть, Родине Служить. Так то. Солдатом Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»